Глубоко уважаем Павла Васильевича, Сергей Сергеевич, коллеги. Разрешусь в первую очередь поблагодарить организаторов и отдельно поблагодарить Павла Васильевича за организацию, а еще отдельно поблагодарить за коллегиальность и дружбу, которую вы активно поддерживаете в нашем скромном сообществе. Сегодняшнюю презентацию мы нашим сообществом уже много раз обсуждали, и я не одну презентацию показывал. Но сегодняшнюю презентацию хотел бы сделать несколько в другом ключе. Я хотел бы представить такой анализ того, как радиоэмболизация, эта технология зарождалась, где она сейчас и по какому вектору она идет. Если мы обратим внимание на первую публикацию, да, и вот эту классификацию BCLT, которая была выпущена в 1999 году, мы видим, что здесь в принципе единичные только виды лечения были представлены. Дальше технология, конечно, развивалась, и мы видим, что уже в принципе вот в восьмой год, например, да, уже химиоэмболизация появилась, серфини появился. И, наконец, в последние годы, особенно последние, мы видим, что радиоэмболизация уже заняла свое место, в принципе. Но, конечно, она находится глубоко внизу этой таблицы. Тем не менее, мы видим, что она заняла определенную позицию. Мы знаем четкие критерии, какому пациенту показана радиоэмболизация, согласно этой классификации. Это вот представлены перед вами опухоль, предположим, правой доли, до 8 сантиметров, одиночный узел. История зарождения начиналась с чего? Это было начало 50-х, конец 50-х годов, когда изучалась лучевая терапия, и люди быстро поняли, что ту дозу, которую люди могут подвести дистанционно, ее недостаточно для повреждения опухоли, но ее достаточно для того, чтобы уничтожить здоровую ткань печени. Поэтому начали искать новые методы, прицельные, точные методы. И вот такой методикой явилась, в общем-то, радиоэмболизация, первая публикация, которая была датирована 64-м годом. И исследования основные, там много радиофармпрепаратов использовалось, но основные исследования были с изотопом И3-90. Почему же И3-90? Во-первых, И3- это химический элемент третьей группы пятого периода, периодически систем химических элементов Менделеева с атомным номером 39. И3-90 это изотоп И3, который может быть получен облучением природного И3-89 нейтронами в реакторе. По сути, это чистый бета-излучатель, и все его свойства физические, они наиболее удобные для проведения радиоэмболизации. Единственный минус И3-90 на сегодняшний день, это, конечно, то, что нам приходится искать реактор и получать его с помощью реактора. Тоже много раз приводил этот слайд. Вот те производители, которые на сегодняшний день есть на рынке, я на отечественных производителях остановлюсь чуть позже. Что очень интересно, что идет огромное количество клинических исследований. Сегодня я покажу те результаты самых последних клинических исследований. Но начать бы я хотел вот с сравнения. Мы знаем, что есть стеклянные микросферы, террасферы, и есть резин, да, микросферы, то есть это Сиртекс. В чем же их принципиальное отличие? Ну, во-первых, в размере. Вы обратите внимание, что Сирсферы до 60 микрон, при том, что террасферы до 30 микрон. Изотоп в стеклянные микросферы интегрирован, а в полимерные микросферы он ацербирован. Активность на одну сферу приходится для стеклянных микросфер 2500 бекерель, а для полимерных 50. В связи с чем количество сфер, например, для достижения 3 ГБК, террасфер понадобится 1,2 миллиона сфер, а для Сиртекс это почти 80 миллионов сфер. Отсюда мы, конечно, можем с вами сделать вывод. Мы все занимаемся эмболизациями, что, в принципе, террасферы должны приводить к меньшему количеству осложнений и легче переноситься, потому что не выражен постэмболизационный синдром. А те, кто занимается лучевой терапией, понимают, что для достижения эффекта лучевой терапии нам еще и нужен доступ кислорода. Соответственно, тотальная эмболизация, которую приводит Сиртекс, может приводить к ухудшению результата. И действительно исследования были проведены. Вот один из самых крупных метаанализов, 2317 пациентов было обследованным. Показало, что в сравнительном аспекте террасферы имеют более низкую частоту побочных эффектов при лечении гепатоцелулярной карциномы. Что мы также должны обязательно понимать в аспекте всей этой технологии, что так как эта процедура довольно опасна как для пациента, так и для медперсонала, мы должны использовать специальные защитные боксы, он представлен на слайде. И бокс позволяет вести микросферы только в одну область. То есть мы должны найти целевой сосуд, это может быть суперселективное введение, это может быть долевое введение, но менять позицию катетер в момент операции мы не можем. Поэтому мы должны сразу определиться с целью. А теперь о тех исследованиях. Вот те исследования, на основании которых, в принципе, радиоэмболизация начала входить в клинические рекомендации, вот куда она дошла сейчас. Вот одно из самых крупных исследований, опубликованных в 2018 году, тысяча больных, конечно же, в исследовании принимал участие апологет радиоэмболизации салем, тысячу больных, 1577 процедур суммарно, целевая доза, я прошу обратить внимание, 120 грей. Но, так как исследование проходило с 2003 по 2017, целевая доза у некоторых больных росла. Но, тем не менее, авторам удалось показать, что выживаемость у пациентов при сравнении с другими методами лечения, она значима была лучше. Следующее исследование, и вообще таких исследований много, которые посвящены даунстейджинг терапии. И вот одно из таких исследований, по результатам которого 207 пациентов перенесли трансплантацию печени после проведения радиоэмболизации печени. И вот обратите внимание на схему, да, полный ответ, полный некроз опухоли, по данным морфологического исследования, то есть 100% некроз в 45% случаев и рецидивирование в 2% случаев. Экстенсив, то есть некроз от 59% до 99%, 29% случаев с рецидивом в 7% и частичный некроз 26% с рецидивом в 34% случаев. При этом показатели выживаемости, вот они также представлены, и 10-летняя выживаемость 60%. Вот это очень важный тезис, который, в общем-то, мы вывели из всего того, что мы изучали, что во всех рандомизированных исследованиях радиоэмболизация ИТРИМ-90 при ГЦК, опубликованных до 2021 года, имеются данные о огромном количестве отрицательных результатов. Но во всех этих исследованиях не использовалась персональная дозиметрия, чаще всего использовали 120 грей для всех опухолей, и на этом все, в принципе, заканчивалось. И вот теперь немного физики, для того, чтобы дальше понимать, о чем, в общем-то, будет речь. Такое понятие, как активность радиоактивного источника, это фактически число элементарных радиоактивных распадов в единицу времени. Единица активности является бикерель, чтобы понимать, что это такое, то есть в образце с активностью 1 бикерель происходит, в среднем 1 распад в секунду. И второй важный параметр – это поглощенная доза, это величина энергии ионизирующего излучения, переданное веществу. Измеряется в ГРЭХ, и, в принципе, мы должны, чтобы понимать, как мы будем лечить, мы должны эту величину понимать и рассчитывать. И для достижения желательного противоопухолевого эффекта, вводимая доза облучения, должна не только соответствовать порогу, поглощенной опухолью дозы, но также учитывать максимально безопасную дозу для окружающих тканей и легких. И вот теперь я буду приводить исследование, которое с 2021 года. Самое первое исследование называлось «Дозисфера-01». Особенность исследований в том, что сравнивалась стандартная дозиметрия, где применяла в среднем 120 плюс-минус 20 ГРЭЙ, и персональная дозиметрия, обратите внимание, 250-300 ГРЭЙ. При использовании персональной дозиметрии удалось увеличить медиану выживаемости на 16 месяцев. И объективный ответ по сравнению со стандартной дозиметрией был 71%, в то время как при стандартной всего лишь 35%. Следующее исследование «Легаси». Вы сейчас обратите внимание на то, что критерии, которые были включены в «Легаси» сейчас, они, в принципе, отражены в таблице BCLC. Критерии – это нерезиктабельные одиночные очаги, менее или равно 8 см. ЧАЛД-ПЮА, BCLCA или СИ были включены в это исследование, КОК-01. Это было многоцентровое исследование. И поглощенная доза, обратите внимание, 400 ГРЭЙ. Это первое исследование, которое, в общем-то, достигло вот такой пороговой дозы и получили просто потрясающие результаты. То есть, общая выживаемость, показатели вообще выживаемости и показатели объективного ответа, они опередили просто все другие методы лечения, такие как и химиямболизация, радиочастотная абляция и прочее. И еще следующее исследование, которое называется «Таргет», целью которого было установить взаимосвязь между поглощенной дозой и возникновением гипербиллерубиномии, третьей степени и выше, установить взаимосвязь между поглощенной дозой и частотой объективного ответа и установить взаимосвязь между поглощенной дозой и общей выживаемостью. Обратите внимание, не было обнаружено взаимосвязи между поглощенной дозой и гипербиллерубиномией. Частота объективных ответов по всем поражениям составила 62% и для целевого самого большого поражения 70%. И вероятность объективного ответа была выше с увеличением поглощенной дозы. И, конечно, очень много разговоров идет о сравнении химиоэмболизации с радиоэмболизацией. Есть два довольно интересных исследования, Premier Trial и Trace Trial, где сравнивались радиоэмболизация E3M90 с Conventional Tase и Deptase. И мы видим, что радиоэмболизация приводила более длительное время до прогрессирования. И при этом выводы исследований в том, что в отличие от химиоэмболизации, стеклянные микросферы лучше поддерживали дальнейшую пригодность пациента к будущему лечению для других методов лечения. И, что еще особенно, мы знаем, что иностранные публикации всегда любят считать деньги, да, и что, в принципе, одна процедура радиоэмболизации позволяла достигнуть того, что можно нам было сделать после многих процедур на химиоэмболизации, и она, в общем-то, в итоге выходила дешевле. Очень большая тема и очень много публикаций касаются радиационной сегменты ктомии. Вот я здесь представил в таблице данные с довольно крупных исследований. Местный контроль опухоли достигается практически у всех больных. Более длительное время до прогрессирования, и общие результаты выживаемости, они вполне сопоставимы с РЧА, резекцией, трансплантацией у пациентов с BCLC нулевой стадией. Что же мы ждем? Что же мы ждем? Новые исследования, которые фактически в ближайшее время будут опубликованы. Это РОВАН и СТОП-ХТС. Это исследования, посвященные комбинации радиоэмболизации с системной терапией. В первом случае это ДУРВАЛУМА, во втором случае это СРАФИНИБ. Результаты будут опубликованы, мы с нетерпением их ждем. Но на самом деле считаем, что, имея собственный уже опыт, мы считаем, что результаты тоже будут очень неплохие. Что же в итоге влияет на результаты клинических исследований и, конечно, на результаты лечения, исходя из того, что я сказал? Конечно, это выбор микросфер, конечно, это размер опухоли, конечно, это количество и расположение очагов, наличие или отсутствие тромбоза портальной вены, сопутствующие заболевания, активность, и это уже было однозначно доказано. И, конечно, эндоускулярный успех, иногда, в некоторых случаях и удача. А теперь о наших сферах. Мультисфера компании Бэбик, фактически это полный аналог террасфер, о которых я сегодня говорил. Мы активно их применяем, тоже сейчас подробно о нем остановимся. И гипотареном РНЦ, это сферы, которые были разработаны у нас в Обнинске. Это абсолютно новый препарат. Это препарат на основе альбумина и меченый РНИМ-188. Тоже подробнее сейчас поговорим. Мультисфер, это, как еще раз говорю, это аналоги террасфер. Уже мы закончили протокол клинической апробации, где мы лечили пациента с гепатоцеллюлярным раком с 2020 по 2022 год. Представлены центры, которые с нами участвовали в этом протоколе. И вот они результаты. Я демонстрировал еще раз, остановлюсь, что в принципе мы видим, что количество объективных ответов, оно на самом деле большое. И это доказано и той выживаемостью, которую мы сейчас имеем. Во-первых, у нас нецензурируемые выживаемость, потому что многие больные еще живы. Но двухгодичная выживаемость у нас у 76% больных. И вот клинические примеры. Это самый первый пациент, которому мы выполнили радиомболизацию в 2019 году. Он до сих пор жив. Он спрогрессировал месяц назад в виде появления новых очагов печени и очага в легком. Это суммарно через 64 месяца после установки диагноза и через 52 месяца после проведения первого курса радиомболизации. Суммарно ему два курса радиомболизации выполнялось. Вот пример из того, как может доза влиять. Вот мы видим пациента с поражением левой доли. Через 12 месяцев, подведя 120 грей, мы получили хороший частичный ответ. А вот пациент похожий, скажем, да, тоже с поражением левой доли, которую мы подвели 190 грей. Мы получили через 12 месяцев полный ответ. Ну и, конечно, радиомболизация позволяет проводить, как я уже показывал, долевое введение, да, микросферы. Вот пример мультифокального поражения правой доли тоже с полным ответом спустя 12 месяцев. И еще один пример из недавних. Это был пациент с такой небольшой опухолью, которую мы совместно с УКБ-1-сеченом выполнили радиомболизацию печени. Очаг был очень хорошо доступен, хороший афферент. И получили полный ответ спустя 2 года. Пациент все это время был в листе ожидания трансплантации печени. Она ему была выполнена. И мы получили полный некроз опухоли по данным морфологии. Наше исследование, гипотарен, обнинское, на сегодняшний день уже мы завершили 2 фазы исследования. Результаты первой фазы, они уже опубликованы. Мы видим, что, в принципе, по уровню токсичности не превышает она другие виды лечения. Вторая фаза будет опубликована в конце этого года. И результат мы обязательно покажем. Ну вот один из примеров лечения пациента с гипотареном. Буквально через 3 месяца мы получили вот такой ответ. При адекватной переносимости. Ну и, конечно, в завершении цена вопроса. Я вижу, что я уже на 30 секунд выбиваюсь из регламента. Но о цене надо поговорить. Мы видим, что самые дорогие Куайромсферс Гольми содержащие. Сирсфер Террасфер сейчас это 8 тысяч фунтов стерлингов. Такая цена у них установлена. Они одинаковы по цене. Мультисфера на сегодняшний день стоит 550 тысяч рублей. И гипотареном РНС 210 тысяч рублей. Это средняя цена. На самом деле, если адекватно использовать генератор, а это технологии генератора, мы ставим генератор в клинику, скажем так, доим его и получаем, то сумму можно уменьшить до 40 тысяч за одно введение. Наша команда, которая занимается, мы всех благодарим за участие, за внимание к теме. Много пунктов мы уже выполнили. Еще, конечно, мы работаем над тем, чтобы появились арифные соглашения и включение этой технологии с адекватной стоимостью в программу госгарантий. Еще раз всем спасибо. Что нас ждет? Да, я все пытаюсь закончить из-за вот этого таймера, который здесь. Но все же, что нас ждет? Со следующего года у нас начинается протокол по лечению больных с холангией с цивилиарным раком CT3-4-0-1-0. В сравнении с системной терапией мы приглашаем всех желающих в это исследование, готовы помочь с лицензированным и всем прочим. И, конечно, мы по гипотарану ждем третью фазу. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...